Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символике и скрытом смысле в детском мультфильме «Четверо в кубе». «Четверо в кубе» – это российский анимационный мультсериал для детей от трех лет. Производится он с 2017 года на студии «Паровоз». Мультфильм транслируется на популярных детских каналах в России и странах СНГ, в частности, на главном детском канале «Карусель». Сюжет сериала, как и его персонажи, весьма символичный и дают прямую отсылку к обществу иллюминатов. Кроме того, многие моменты мультика учат детей совершенно не тем ценностям и моделям поведения, которые стоило бы прививать подрастающему поколению. Главными героями мультфильма являются четыре кубических инопланетянина. Они улетели с кубической планеты, чтобы исследовать другие миры. Неожиданно их корабль затянула в черную дыру, а потом из дыры выбросила в нашу Солнечную систему. Корабль столкнулся с МКС и упал на Землю, на дачный участок уфолога Венеры Ивановны и ее внучки Валерии. Корабль приземлился прямиком на место скворечника, где и остался, как временная база кубиков. Кубическая планета может давать отсылку к так называемому черному кубу Сатурна, являющегося одним из главных символов иллюминатов. Согласно мультфильму, кубики являются инопланетянами, которые замаскировались под земные объекты. Собственно, это было первым, что они сделали после прилета на Землю. Все это более чем соответствует теории о том, что инопланетяне маскируются под людей и пытаются сделать свое пребывание на Земле незаметным. Когда кубики прилетают на Землю, они выбирают, в кого бы им превратиться. Капитан, то есть главный кубик, превращается в красного кролика, что прямо намекает на вещество из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Также это дает отсылку на главную цель их прилета на Землю. Остальные кубики принимают вид аквариума с рыбкой, зеленой травы и цыпленка, как бы захватив все стихии Земли. Интересно, что до перевоплощения у синего кубика был явно подчеркнут одноглазый символизм. В мультфильме кубики представляются как положительные герои. Однако, если понаблюдать за ними, можно заметить, что это не совсем так. Кубики почему-то дружат именно с детьми, а не со взрослыми. Взрослых же они избегают. При этом при встрече любого человека они поют свою приветственную песню, которая больше похожа на введение в гипноз. В самой первой серии, когда девочка Лера услышала песню кубиков, она смотрела на них, словно загипнотизированная. Интересно, что в этот момент в кадре присутствовала педофильская символика. В последующих сериях, а точнее в заставках к ним, каждый раз, когда девочка показывается рядом с кубиками, в кадре также присутствуют характерные спирали. По поводу того, чему кубики учат детей и какие ценности им несут, также возникает много вопросов. В первой же серии они просят девочку не рассказывать своей бабушке об их присутствии. Спасибо тебе, монстр Лера, что спасла нас от жуткого монстра бабушка. Она хорошая, но лучше, наверное, ей и вправду не показываться. То есть мультфильм учит скрывать правду от взрослых и не рассказывать им о подозрительных знакомствах. В одной из серий, когда птица занимает их домик, кубики предлагают уничтожить ее. Кроме того, они очень шумные, постоянно все ломают и раскидывают, а также вечно смеются без повода. Сама Лера часто ослушивается свою бабушку и делает то, что она хочет. Так детям дают понять, что слушаться взрослых совсем не обязательно. Кроме того, девочка многое скрывает от бабушки и делает втайне от нее. В каждой серии мультфильма присутствует вставка, в которой детям рассказывают о неком явлении, предмете или процессе на Земле. Якобы таким образом Лера объясняет кубикам, как устроена жизнь на нашей планете. Вероятно, что такие вставки задумывались, как некий поучительный фрагмент для детей. Однако сделаны они таким образом, как будто это рассказывает совсем маленький ребенок. Луна, она иногда бывает как круг, а иногда как кусок сыра. Как раз вокруг этой солнечной системы летает Земля, Сатурн, Юпитер, Венера и остальные планеты. И уран мне нравится, уран он зеленый и мне он нравится. Все это сложно воспринимать в качестве образовательного контента, ведь никакой пользы детям такие объяснения не несут. Девочку в мультфильме Кубики зовут Монстр Лера, а ее друга соседа Страшнеслав. Дети же никак не реагируют на такие прозвища и не просят кубиков называть их по-другому. Они охотно откликаются на эти имена, делая вид, что так и должно быть. Таким образом в детей изначально закладывают представление о том, что они являются чем-то ужасным. Бабушка девочки Венера Ивановна всю жизнь занимается изучением космоса и пытается найти представителей внеземных цивилизаций. На ее костюме изображена планета Сатурн, что дает отсылку к известному культу. В поисках инопланетян Венера Ивановна не замечает, что они разгуливают прямо в ее доме. Так в мультфильме показывается, что вся официальная информация и наука о внеземных мирах совершенно не соответствует действительности. Бабушке-девочке нет особого дела до внучки и того, чем она занимается. Ей главное, чтобы Лера не мешала заниматься важными делами. Так, в первой же серии бабушка дает ей планшет, говоря, что современные технологии нужны для того, чтобы было чем занять себя и не скучать. Таким образом, в мультике показано, что зачастую именно родители виноваты в том, что дети смотрят не тот контент или заводят ненужные знакомства. Ведь у них нет времени на то, чтобы проконтролировать, чем занимается их ребенок. Пожалуй, самым символичным героем в сериале четверо в кубе является его главный антагонист – пирата. Он представляет собой пирамиду с одним глазом, что напрямую отсылает к обществу иллюминатов и их главному символу. На вершине пирамиды надета шляпа с изображением черепа. Пирата прилетел из космоса и хочет поймать кубиков, чтобы пополнить ими свою коллекцию. Называя детей монстрами и, по-видимому, считая их действительно страшными и несовершенными, кубики почему-то восторгаются красотой куклы Маши, которую Лера везде носят с собой. У куклы один глаз заметно больше другого, что может давать отсылку на символ всевидящего ока. Кроме того, возможно, таким образом дается намек на то, что привлекательными для инопланетян считаются послушные куклы, рабы, лишенные своей воли и разума. Известная нам символика встречается и на протяжении всего мультфильма «Четверо в кубе» в каждой из серий. К примеру, во второй серии под названием «Куба» уборка пирата прячется на полке, маскируясь под пирамидку. При этом рядом с ним стоит книжка с изображением Сатурна и перевернутой пентаграммой. А в серии «Куба» домик в холодильнике у девочки стоит молоко с изображением демона. Таких моментов на протяжении мультика огромное множество. Таким образом, мультфильм «Четверо в кубе» является очередным творением, которое не учит детей правильным вещам. Кроме того, сериал переполнен символикой и странными моментами, которые откладываются в подсознании малышей. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!